Музыка Поймал себя на мысли, что мы приближаемся к юбилею, к 50-й передаче, которую мы здесь делаем в сквере мира. То есть наша студия Медиаинформ переместилась, здесь освоилась достаточно хорошо. И вот одно из направлений, которое у нас складывается, но, к сожалению, война затягивается уже более двух месяцев, она продолжается. И от этого, вы знаете, легче не становится, потому что у людей накапливается огромное количество всяких стрессов, тревог и беспокойств и прочих. Очень старается по этому поводу наш противник, который постоянно делает какие-то вбросы, плюс сами себе какие-то фики распространяем и так далее. Конечно, тяжело переживать вот этот период, одесситам в том числе. Поэтому одно из направлений наших здесь встреч – это самое главное психологическая поддержка. Сегодня у нас в гостях Инна Верба, она психоаналитик, она психотерапевт, член Европейской конфедерации коллег и, кроме этого, преподает в нашем Одесском институте. То, что я для себя вынес в мирное время, что психоаналитики – это те люди, которые не очень публичные. Это люди, которые, в общем-то, занимаются этим анализом и выкладывают, модулируют какие-то вещи рекомендательные для того, каким образом практикам дальше двигаться. Но сегодня ситуация такая, что вы не только аналитик, вы еще и практик. То есть теория – теория, но сегодня жизнь требует от вас практической, ежедневной работы. И вот вчера допоздна я уже думал, что я вообще, так сказать, как-то уже к концу дня неудобно было беспокоить. Но там возник вопрос, а я еще в кабинете, все нормально, я еще работаю. То есть вы работаете. Вы работаете. И в выходные. Вот у нас, так сказать, вчера вообще мы все были в комендантском часе, а вы в офисе, а вы работаете. Да. Здравствуйте, мне очень приятно быть здесь. Я очень внимательно смотрю за вашей передачей. Думаю, что это как раз одна из тех областей, когда вы показываете людей различных специальностей, да, ну, разного рода деятельности. Они все в Одессе, они все работают, они все живут. И мне кажется, это очень важно, да, может быть, какие-то вещи практически, я немножко ниже скажу, но мне бы хотелось начать с того, что несмотря на эту страшную войну, на то, что происходит, на то, что люди истощаются, истощаются как и психические, так и физические ресурсы, я бы все-таки начала с установки, что все это закончится. И вот вопрос, с чем мы подойдем к нашей победе, с какими ресурсами и с чего мы будем восстанавливаться, и как мы будем реабилитироваться, вот, наверное, очень важно сохранить то хорошее, то здоровое в нас, то, что есть, потому что, ну, конечно, сейчас атакам подвергается и наше тело, да, и наша психика, и мы испытываем стрессовые, ну, тревоги такого рода, которые, может быть, в мирное время и не пришлось бы испытывать. Но, коль ситуация такова, я думаю, что один из моментов – это принятие вот этой вот ситуации и уже возможность как-то пережить ее для того, чтобы вернуться в мирное время, ну, все-таки с какими-то запасами. Вот эта информация, которая идет постоянно, да, и Буча, Ирпень можно перечислять и перечислять, с одной стороны, с другой стороны, вот какие-то раскачивающие нас, вот, происходящие события в нашей стране, это война, конечно, это очень тяжело, и вот в этом потоке очень, так сказать, можно увлечься, да, вот как селевой поток, да, он может тебя увлечь, и ты просто человек себя потеряет в конечном итоге. Тут самое главное – не потерять себя, помнить свои основы и основы своей мирной жизни, своей профессии, своих друзей, своих родственников, свои увлечения, свои, в конце концов, какие-то традиции, вот. Это очень важно, и это важно еще для того, что наиболее уязвимые и ранимые сегодня – это дети. Потому что в первых строках всегда, каждый день читая сводки, глаза бросаются на что? Сколько детей погибло, сколько детей ранено. И мы видим глаза этих детей, которые вывозят из этих местов боев, это, конечно, это уже маленькие взрослые, это уже маленькие старики. И вот тут мы должны понимать, что наша миссия еще вот в этом – помочь детям. Безусловно, безусловно, эти страшные кадры, эти действительно глаза, которые в отчаянии. Но я бы все-таки хотела сказать, что по возможности, по возможности эти кадры смотрите меньше. Объясню почему. Потому что, глядя на такие кадры, ну, как-то долго, да, мы невольно отождествляемся жертвами. И тогда уже наша психика работает совершенно в другом режиме. Мы как будто становимся вот этими детьми, да, и наши ресурсы истощаются намного больше. Вы знаете, вот есть колоссальный пример, у меня вот есть, так сказать, очень близкая приятельница, которая меня даже иногда поругивает за то, что я, ну, знаете, должен быть все время в материале, нужно все время, так сказать, снимать какую-то информацию. Пытаюсь с ней обсуждать это по телефону, она мне говорит, знаешь что, так, я тебя прошу, а ну-ка, у тебя уже зависимость от этого возникла. Отложи это, отставь. Вот все-таки дистанцируйся иногда, хоть иногда, от этого надо дистанцироваться. Но самое главное, вот, что сегодня, да, хотим от вас услышать, дайте нам рекомендации, вот что и как надо делать для того, чтобы не потерять себя. Ну, смотрите, безусловно, мои коллеги уже говорили многие вещи из того, что я сейчас скажу, поэтому, скажем так, есть такие неотложные мероприятия, да, ну, это то, что мы должны всегда быть на готове, если вдруг происходит сирена, да, это, это все-таки наша безопасность. Есть моменты, когда действительно зашкаливающая тревога, которая достигает таких панических величин. И вот здесь, мне кажется, первое, о чем мы должны говорить, это, безусловно, эти телесные техники, которыми не стоит пренебрегать, потому что на самом деле наше «я», оно прежде всего телесно, и то обращение с нашим телом, которое мы ему обеспечиваем, дает возможность нам как-то снизить накал психики. И, кстати, надо запомнить вот ту формулу, то есть вспомнить, которую мы когда-то в школе проходили, да, в физике есть такой закон, да, сила действия равна силе противодействия. Вот если на вас что-то воздействует, у вас должна обязательно включаться ваша собственная сила противодействия. Я просто из своего опыта, не знаю, верно-неверно, но это у меня еще, так сказать, от армии как бы осталось. Вот, предположим, да, бывает, застает, идешь по улице, звучит тревога, уже прилеты в Одессе были, значит, невольно, что у человека возникает? Паника, надо бежать, надо сказать, нет, надо спокойно идти, продолжать двигаться, и посматривать по сторонам, где есть какая-то подворотня, где какая-то ямочка, где вот если вдруг будет лететь, куда спрятаться, думать о себе, как себя защитить. То есть концентрироваться на действии, а не на своем психическом состоянии. Ну, то есть оставаться в реальности, потому что эти тревоги, они захлестывают нас настолько порою, что мы действительно теряем связь с реальностью. И вот тут как раз то, о чем вы говорите, очень важно. То, о чем говорила мои коллеги Виктория, да, в частности, о том, что дыхание – это то, что очень важно, да, когда мы в этой ситуации, наблюдая действительно за тем, где есть укрытие или что-то, мы начинаем еще медленнее дышать. Я, может быть, не очень могу рассказать о самих техниках, но я Александру вчера, да, мы с вами на эту тему говорили. Вот я думаю, вы поделитесь этим. Я, кстати, у вас, я у вас в Фейсбуке там прочитал, ну, очень интересную такую зарисовочку, когда тоже столкнулись во Львове там, да, с девушкой, вот, вот, а она была привезена оттуда, вот, с Донецка, с Донбасса, и у нее во время, просто пролетел гражданский самолет, вот, и у нее от одного звука самолет, хотя это Львов, безопасный город, вот, и так далее, но у нее, у нее возникла жуткая паника, все. И нашелся человек, который просто концентрировал, вот, скажи, пожалуйста, а какого цвета там, типа, у меня носки, вот, а вот сколько там, и так далее, то есть отвлекает на какие-то концентрированные, так сказать, вещи, чтобы отвлечь от этого. Да, на то, что остается, совершенно верно, и на то, чтобы остаться в реальности и дальше предпринимать пути безопасности. Вот эти вещи очень важны, и я думаю, что большое количество этих телесных техник, они есть. Кстати, я вот недавно в интернете нашел одну из техник вашей коллеге, ой, к сожалению, запамятовал, так сказать, ее имя. Шумилова, по-моему, Светлана. Да, 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 да. Спасибо ей огромное, да, вот как раз она в очень такой краткой, структурированной форме показывает, что делать с дыханием, что делать с телом, напряжением, что делать в том случае, если очень хочется кричать, да, потому что такие животные инстинкты от страха у нас активизируются. И я думаю, что стоит этим поделиться или зайти на нашу, там, да, страницу. Да, мы сейчас покажем этот ролик, он небольшой, там буквально 3-4 минуты. Это очень важные вещи. Это очень полезно. Но я хотел бы еще, пока вот мы не включили этот ролик для вашего просмотра, вы продолжаете работать, вот, да. Каким образом вот проходят ваши консультации, как вы, так сказать, контактируете с теми людьми, которым необходима ваша помощь? И как можно, может кто-то заинтересуется, как можно с вами связаться? Ну, связаться с нами можно. Это и коллеги Одесского психоаналитического института. Мы работаем, мы оказываем помощь, консультируем. Ну, если речь непосредственно обо мне, то моя страничка в фейсбуке есть. Я всегда отвечу на любое сообщение, приму. Что касаемо работы, вот я, конечно, знаете, как говорят пациенты сейчас, наконец-то мы увидели, что психоаналитики тоже люди. Они тоже боятся, они тоже переживают, они тоже испытывают тяжелые какие-то такие депрессивные чувства. Но я поняла, что насколько важно сохранить такой, знаете, хороший устойчивый объект, да, вот в психике. Вот его нужно сохранить, и, ну, мы с коллегами пытаемся это делать для того, чтобы потом восстанавливаться, для того, чтобы потом что-то строить, для того, чтобы, ну, что-то создавать. Потому что все хорошее создается вокруг хорошего объекта. И вот этот объект, если нет в реальность его, поверьте, что природа, море, символ нашей Одессы-мамы, это тоже на каком-то символическом уровне дает эту поддержку, да. Может быть, на сознательном это кажется несколько так, ну, странно, но поверьте, что есть центры, которые именно отвечают на символы. А природа, ну, спасибо сейчас весне за то, что мы в это страшное время можем видеть возрождение, да, мы можем видеть... Сейчас цветут деревья, сейчас тюльпаны, нарцисс. Это очень много. Поэтому, если уж такая необходимость смотреть какие-то страшные кадры, хотя бы как-то минимизируйте это и переноситесь. Природа, море, что-то хорошее рядом, воспоминания. Вот мне сейчас крупно повезло, потому что я в том месте, где прошла большая часть моего детства. Я вот родилась. И это очень-очень вдохновляет. То есть вы вернулись к себе домой? Да, вот знаете, вот это вот, вот нам надо, после войны нам нужно вернуться к себе домой, в свой психологический дом, где мы можем успокаиваться, да, где мы можем что-то придумывать. И я вам скажу, в такой силе жизни, как вот, ну вот у одесситов, у моих пациентов я наблюдаю, я не видела, ну... У меня одна знакомая бабушка с молдаванки в районе Староконного, она мне выдала такую фразу, когда я у нее... Она идет такая, она, знаете, как говорят в Одессе, ну, она полная такая вот, так сказать, есть такое слово, ладно, скажу цензурнее, а ей, так сказать, по барабану все. И я у нее спрашиваю, ну вы же, вам за 80, как вы, вот, почему вы не заморачиваетесь вот на эту тревогу? Ты понимаешь, я не заморачиваюсь, потому что мне надо помогать другим не заморачиваться. Поэтому ты не заморачивайся сам, чтобы помочь не заморачиваться другим. Извините, может быть, я упрощаю флаговую? Нет, вы не упрощаете, я думаю, что сейчас на самом деле никаких витиеватых фраз не нужно, нужно что-то вот такое конкретное, но главное, что от души и жизненное. Поэтому мы, безусловно, мы остаемся в реальности, мы это понимаем, помогаем пациентам. Но насколько, вы даже себе не представляете, насколько творчество сейчас, вот такое, жизнеспособные проекты появляются. Это просто, вот как раз, знаете, чем можно противостоять страху смерти? Это вот любовь к жизни, к созиданию. И просто, ну вы сами видите, да, этот юмор, который, ну, он спасает от очень многих вещей, да, он помогает в символической форме как-то немножечко отстраниться от такой тяжелой реальности. Ну да, я так чувствую, что по окончании войны вот у психоаналитиков, у практиков получится, так сказать, и выйдет огромное количество различных монографий, вот, и научных работ на основе вот этого опыта. Опыт, конечно, грустный, опыт, конечно, неприятный, но, знаете, есть такая гениальная фраза, «Все проходит, и это тоже пройдет». А сейчас, вот, давайте мы посмотрим вот этот ролик, о котором мы говорили, вот, и запомните, да, вот этот вот тренинг, я думаю, он вам поможет, поможет вашим деткам. Вот не забывайте делать эти упражнения, вот вы сами почувствуете, насколько вам станет легче. Да, можно сказать, не тело и душу, да, вот про тело сейчас, наверное, вы расскажете. А вообще, вообще, я не знаю, вот мне так хочется сказать, что все будет доброе. Все будет доброе, да, нужно немножко. И все будет в Украине, мы победим. Всем здравствуйте, с вами Шумилова Светлана, психотерапевт и детский нейропсихолог. И мой вечный помощник Дима. Сегодня мы покажем упражнения из телесной терапии, которые помогают нормализовать ваше физическое и психическое состояние. Если вы тревожитесь, не находите себе места, вы перевозбуждены, постоянно ходите, ваше тело пробивает дрожь, делайте следующее упражнение. Попрыгайте хорошо, невысоко и жестко опускаясь на пятки. Затем вы можете простучать свое тело, начиная сверху вниз. Пальчиками стучим по голове, по голове. Ладошками стучим по рукам. Пробиваем себя. Кулаком можно постучать по груди, прям кулаком можно, да, по области грудины. И опускайся вниз, ладошками по тазу, по ногам, опускайся, опускайся вниз. Пробиваем все тело, простукиваем. Выводим кортизол и адреналин, который выделился и накапливается в вашем теле. Замечательно. Далее вы отряхиваетесь, как будто бы собака, которая вышла из воды, да. Стряхивай себя в воду, Димка, с головы. Голова крутится. Плечи, плечи, руки добавляются. Таз. Ноги. Попробуй ножки по одной, да, да, да. Как будто бы стряхиваем что-то с ног. Молодец. Хорошо, вы скинули с себя напряжение. После того, как вы скинули напряжение, мы переходим к комплексу упражнений на расслабление. Кроме того, комплекс на расслабление вы можете использовать отдельно, тогда, когда вам тревожно, но вы чувствуете себя замерзшим, когда все тело замерло, застыло, и вам нужно включить его чувствительность. Эти упражнения также помогают, когда не можешь уснуть или просыпаешься ночью. Поэтому приступаем. Дима, подними одну ногу, потянись вперед. Это растяжение и напряжение одновременно. Тянись, 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 опускай ногу. Поднимай вторую ногу. Тянись пальчиками, хорошо. Тянись, 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 опускай. Две ноги вместе поднимаем. Поднимаем две ножки, тянемся, тянемся. Высоко не нужно поднимать. Как у вас получается? Тянемся. Можно и не поднимать, просто лежа на кровати. Опускай. Теперь мы переходим к рукам. То же самое. Одна рука тянется назад. Сильно-сильно тянешься. Сильно-сильно-сильно. Опускай. Другая рука. Тянись, 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 тянись. Опускай. Две руки вместе. Тянешься, тянишься, тянишься. Молодец. А теперь руки и ноги вместе. Как будто бы ты морская звезда. Тянемся в разные стороны. Тянемся, тянемся, тянемся. Опускай. Вы можете повторять это до тех пор, пока не почувствуете в теле расслабление. Следующее упражнение – камень. Становитесь каменными. Дима, поднимай ноги, обнимай колени. Ноги накрест, голова поднята к коленям. Напрягаетесь, как только можете. И резко сбрасываете на кровати. Раз, расслабились. И еще раз. Каменный, 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 каменный. Напрягся, сбрасываешь. Хорошо. Теперь переходим к конкретным мышцам. При стрессе часто напрягаются мышцы челюсти, поэтому нам поможет растяжение мышц. Открываем и как будто бы говорим «А!» или кричим. Сильно-сильно открываем рот. Расслабились. Еще раз. Почувствуйте, как напрягаются мышцы в районе верхней челюстно-лицевого сустава. Опускай. Еще. Опускай. Хорошо. И последнее упражнение – это дыхание. Делаем вдох носом, надуваем живот и грудную клетку. Растягиваем межреберные мышцы и диафрагму. Вдох. Раз, два, три. Держим, держим. Выдох через рот. И силой втягиваем в себя мышцы. Уменьшаемся. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Держим. Опять вдох. Надувай живот. Раз, два, три. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова